МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Толерадо о компании Гомель, у студии Наталья Ихнатенко. Глядите ухо этим выпуску. Великая размова с президентом Александр Лукашенко провел сустречу с представниками громадскости, белорусскими и замежными СМИ. Усе идеи, у реальность. У Гомельским технопарку провели перших городских хакатон. Белая Русь, будучи не разом, объеднать мастацтвам для агульных справ людей розных профессий и взрослых мета этого масштабного проекта. Узор можности и стилю. Поладальника титула «Мистер-2019» выбрали у коллективе областной больницы. А зараз об этом меньшим больше подробязна. Великая размова с президентом напереда не протягивалася больше, чем 7 годин. Сустреча собрала представников разных сфер – политологов, экономистов, работников реального сектора экономики, журналистов, представников громадских объединений и конфессий. Белтолерадо-компания вела трансляцию мероприемства у промым эфиры. За ходом Великой Размовы уважливо сочили и наши корреспонденты. Белорусский Державный Университет транспорту. 10 годин, 30 минут ранец. У фойе установы и лекционных аудиториях одночасово включаются некольки телевизоров. Это дает махчимость сочить за ходом Великой Размовы с президентом практически всем студентам и выкладчикам. Александр Лукашенко одразу подкресливая – одна из метов сегодняшней встречи – пополнить дефицит информации, которая обрушивается на громадство. Не глядяши на развитие медийной просторы, у наявности дефицит контента, который используется абсолютным довером аудитории, отзначу керавник Державы. И самое первое пытание, которое хвалю у всех, разве все союзные Державы. Александр Лукашенко переконаны – Белоруссии и России не обходно быть разом. Братья уже не выбирают. И у нас море недостатков. Мы тоже не всегда, знаете, пушистые и беленькие. Поэтому это жизнь. К этому надо спокойно относиться. Но мы должны быть вместе. При этом наша краина повинна быть равноправным партнером. У адрознения одной их инших постсоветских республик Беларусь не только заховала, а и развела свой потенциал. Пришим тыжится гэта розных сфер – от промысловости до эдукации. Сегодня выпускники беларуских ВНУ конкурентны не только на внутреннем рынку. Мир развивается, и информационные технологии в том числе. Но университеты поддерживают планку и дают студентам достаточно знаний для того, чтобы они могли показывать нашу страну не только на территории Республики Беларусь, но и достойно показывать за ее пределами. Работники открытого акционерного товариства «Милковита» за ходом великой размовы с президентом соучись подчас обеденных перепынков. Особливо значные интересы выкликают слова керовника державы обгандлевых относенных с Россией. Александр Лукашенко звертает увагу – Беларусь поставляет свою самую лепшую харчовую продукцию. Однако у России великий тиск пылных групп и поставки блокируются. В Евросоюзе многие предприятия сертифицированы, а вы эти предприятия закрыли и не пускаете продукцию на российский рынок. Я думаю, ответ вам понятен. Дело здесь не в качестве и не в том, что вы там нашли какие-то бациллы. Я в правительстве России часто говорю, если вы достигнете уровня чистоты сельхозпродукции, продукции, питания, как Беларусь, вы будете счастливыми людьми. На всех этапах технологического процесса ведется жесткий контроль. Также усилен контроль за поставками, экспортными поставками. И поэтому очень обидно, когда российский рынок немножко нас недооценивает, потому что наша продукция высокого качества. Работая на предприятии, зная все технологические процессы, видя их, наблюдая, в принципе могу делать выводы, что на самом деле у нас предприятие выпускает качественную продукцию, безопасную. Эту продукцию употребляет моя семья, мои дети. Я ее употребляю. Ну, наверное, это о чем-то говорит. Экономичному блоку подчас великой размовы особливая увага. По словам президента, для его вельми важно, как бы установчий выник. А экономика кожного предприятия дозволяла ему стабильно развиваться. У якости прикладу открытое акционерное товариство «Гумельшкло». Пять годов тому оно не могло различиться с кредитами, отриманными для модернизации вытворчасти. Принятая керамником державы решение об оттерминовке выплат дозволила предприятию не только выправить ситуацию, но и выполнено отчувать себя на рынку. Утым лику международным. Подтримка семья у Яшы один приоритет белорусской державы. Подчас великой размовы президент Яшы разыгранает тему семейного капиталу. По словам Александра Лукашенки, подыходы до его выкористания будут перегляджаны. Коли зараз семейный капитал можно выкористовывать только на поляпшение жильевых умов, лечение детяти и его аддукацию, в ближайший час гэты спец плануется поширить. Гамельчанка Яна Миранович – шмадетная мать. Старышему шы трех сынов 10 годов, молодшему 5. Непосредо семейный капитал я ее семья отримать уже не можа, але подтримку державы отчувая. Четыре годы тому побудовали власную квартиру с выкористанием минимального 1% кредиту. Цепер марать об власном доме. Наверное, это даже наша мечта, построить какой-то уютненький домик, чтобы там собирались дети, будущие внуки. Про материнский капитал могу сказать, что смотрю у девочек, которые там знакомые, кто-то хочет снять пораньше, но мы бы не снимали. Нам важно обучение, важно, чтобы дети стали людьми. По зауваге керівника державы не застаётся так самым темы развития предпринимательства и организации самозанятости насильництва. Мы вельми шмат зарабили, как человек мог рухаться у обороны на керунку зараблять для себе и свою семью. Для этого створены усі умовы, починаючи от дробного предпринимательства до сферы АйТи. Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе, ну слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений, больше не примешь, потому что полную свободу дать. В течение дня зарегистрировался, иди работай, заплатил там какую-то копейку, единый налог, а где-то вообще ничего не платишь, так называемое самозанятое. И еще ни одной жалобы не было, чтобы кого-то там задержали, какой-то бюрократизм какой-то, кого-то заел и не пустили человека работать. Разом с тим, по воде слов керунника державы, у беларусов повинна прожинаться предпринимательская жилка. Сарат станучих прикладов у сферы организации самозанятости «Гомельская своя полишка». Крыху больше год тому у Гомеля открыли каворкинг-центр, маэстро и рамесников. Сегодня свои выробы тут выставляют калястат человек. Прошим за односно невеликий час, некоторые рамесники повысили свой статус и теперь працуют уже у якости индивидуальных предпринимательников. Идея создания, конечно, оправдала, потому что у нас за это время в полтора раза увеличилось количество мастеров и ремесленников, которые хотят разместиться. А также из тех, кто занимался ремесленной деятельностью, уже появились предприниматели. То есть, занимаясь ремеслом, люди находили себя и открывали свой собственный бизнес. Особенно теперь, когда уже в последнее время появились рычаги, стимулирующие самозанятость в виде последних указов президента по работе физических лиц. Информационная безпека краины относена с Украиной и Китаем, термины проведения парламентских и президентских выборов, распроцовка национальной идеи. Подчас Великой Размовы президент подкресливая, закрытых тем быть не повинна. Александр Лукашенко означает великую важность размовы, в которой удельнейшуюся все. Народ, улады, представники белорусской и международной медийной супольности, эксперты в самых разных сферах. Все, что сегодня прогучить в этой зале, станет основой для подрыхтолки важной для краины падзей, что годового послания президента народу и парламенту. Кажа Александр Лукашенко. Наш президент – очень сильный лидер. И всякий раз это думаешь, что белорусскому народу повезло, что у нас такой лидер. Беларусь не такая большая страна, но в то же время президент себя чувствует превосходно рядом с мировыми лидерами, такими, как Путин, Меркель и другими. И берет чувство гордости за нашу Беларусь, за нашего президента. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Работа правоохранников и субъектов профилактики. В Рогачеве подчас областной координационной нарады по борьбе со злочинностью и коррупцией обмерковали криминогенную ситуацию, якая склалась в районе. С подробностями Максим Савин. По выниках 2018 года в Гомельской области зарегистровано снижение колькости тяжких и особо тяжких злочинствов. Рогачевский район на фоне огольной статистики выглядит не самым лучшим чином. А последние два года тут на дворот фиксуют рост таких злочинствов. Недоработка субъектов профилактики первичного узровня – одна из причин сумных личбов. Это участковые инспекторы милиции, это председатели сельских советов. Они сегодня решают судьбы людей, они сегодня по закону обязаны принимать меры и по семейному неблагополучию, и по пьянству, и по трудоустройству лиц, которые освобождаются с места лишения свободы. Но, к сожалению, итоги прошлого года говорят о том, что у нас по Рогачеву наблюдается рост тяжких, особо тяжких преступлений и убийств, и тяжких телесных повреждений. Особливую занепокоенность выкликает то, что забойство и причинение тяжких телесных пошкоджений частей за все здесь сняются у сферы семейно-бытовых относинов. Есть в выпадке, когда улику потерпелых оказывались дети, а маль за все до учинения злочинства с подорожничея уживание алкоголю. Фактически каждое убийство совершено в сфере быта. Каждое второе умышленное причинение тяжких телесных повреждений совершено в сфере быта. Есть факты, в результате которых, в связи со злоупотреблением родителями спиртных напитков и наступлением трагических последствий, дети остаются сиротами. Формализм, без инициативность, а местами наваты гребывания своими обовязками сбоку субъектов профилактики – одна из причин погаршения кроменогемной обстановки в Рогачевском районе. Подчас координационной нарады выпрацеваны додатковые меры, которые повинны содейничать у змацнению правопорадков в регионе и снижению злочинности у сферы семейно-бытовых относинов. Одна из главных умов досягнение поспеху системная работа правооховников и усих субъектов профилактики. Их тесное взаимодеяние. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель» из Рогачева. Кардиографы, интерактивное керование фермой, 3D-карта Гомеля. На трехденный хакатон у технопарк собралися люди с мегаидеями. Такий форум проводят у першыню. Идея у тимкабауторы цикавых бизнес-идей и проектов смогли проверить их життяздольность на свой особливым экзамене у экспертов. Хакатон склався с работы омаль полутора десятков команд, причем не которые сформировались тут же, подчас форуму. Средо дельников можно убачить як школьников и студентов, так и вопытных предпринимальников и вынаходников, які демонстровали свои новые идеи. Большая стактинок штычились сферы IT. Наприклад, это створение медицинской техники, мобильных додатков, программ, які допомогут вызначиться с будущей профессией, альбо виртуально подорожничать по улицах Гомеля. Кожен удельник пришел на Хакатон с пыльной метой. Одним потребно меркование профессионалов на конь своей идеи, іншим треба знайсти однодумцев для реализации проекта. Не на опошнем месте и пошук инвесторов. 48-1, команды будут працовать над своими идеями, а завтра презентуют экспертному жюри прототип проекта. Цель, такая долгосрочная или стратегическая, это создать технопарки, площадку, коммуникации между креативными людьми, представителями деловой среды, для того, чтобы эти идеи воплощались в жизнь. Будем это проводить в формате и хакатонов, и диалоговых площадков. Вот мы под таким слоганом «Гомеллектив, активируй Гомель». То есть вот у нас планы именно в этом, создать здесь такую коммуникационную среду для самореализации наших гомельчан. Интервью с удельниками Хакатона, а так само выники проведения форума глядите в выпусках новинов у понеделок. Подвяли выники, вызначили задачи и огучили перспективы. У Гомеля прошел шестый пленум областного комитета БРСМ. В центре уваги досягнение молодежного актива у Гомельщины. В финале республиканского проекта «100 идей для Беларуси» с 10 номинаций две достались гомельчанам. Одразу некальки перспективных распроцовщиков с нашего региона отримали гранты на реализацию своих бизнес-идей. По выниках работы в минулом году Гомельский областный комитет БРСМ признанный лепшим у сферы волонтерской деятельности. Досягнутый поспех, добрый стимул для новых инициатив. Буквально недавно мы подписали соглашение уже с итальянским городом Парма. В рамках этого соглашения мы будем расширять обучение наших волонтеров. Они вызвались на обучение ребят именно такое социальному волонтерству. Сегодня в регионе существует 225 волонтерских отрядов, которые объединяют свыше 7 тысяч человек. Деяность ведется по трех основных накерунках спортивным, экологичным и социальным. До того же в области працует открытая эдукационная плясовка для волонтеров. В школе добра можно пройти навучение любых жадающих. Весенние рытмы у рамках акции «Белая Русь» в будущем разом у Гомеля пройшел суместный концерт областной организации и городских оркестров. Особливость концерта – его удельники. На сцену снимались як профессионалы, так и аматоры. Процтовники разностайных предприемств у Гомельщины отримали махчимость поспробовать себе у новым амплуа и на короткий час стать артистом. Некто таким чином здесь не в дитяче амары. Музычная программа стала своясабливым подарунком для жихару региона с нагодой початку весны. По-вторых, один из оправданного мастатства не покинули обояковым неводного глядача. Хотелось поздравить и мужчин, и женщин. Поэтому у нас разделения нету. Мы подарок делаем для всех. Для всех жителей Гомельской области, потому что к нам приехали участники со всех регионов Гомельской области. Людям предоставляется возможность выступить на большой сцене, исполнить свои музыкальные номера с настроением. Люди, которые пришли к нам сегодня на концерт, я надеюсь, что мы создадим действительно хорошее, позитивное настроение, с которым они придут домой и будут продолжать трудиться, жить и радоваться жизни. В этом году Гомельская областная клиническая больница означает свой юбилей. Уже 75 годов ее супрацовники клопотятся про здоровье жихару Гомельщины. На переднейшерах святочных мероприемств, присвеченных этой знаменальной дате, открыл конкурс «Мистер областная клиническая больница». Накольки ярким отрималось шоу и кто стал самым стильным и мужным супрацовником, доведался наш корреспондент Павел Михно. Конкурсы про гажостя для Гомельской областной клинической больницы уже звучанная з'ява. Некольки годов супрацовництва, правками ГКБ и Центромоды про гажостя «Хрустальная нимфа» подарили коллективу больницы немало ярких шоу. Этот год особливый, тому организаторы вырешили сделать сюрприз и в першню провести конкурс с тылью и мужности «Мистер ГКБ». Вы видите зал наш полный. Медики с удовольствием приходят на подобные мероприятия, чтобы отдохнуть, поддержать своих коллег и получить хорошее настроение в начале весны. Перед початком конкурса у Громерной отчувалось легкое хвалевание. Не дивно. Бодилия захопляльного представления, удельники на протягу месяца наведывали розные занятки, где выучились правильно триматься на сцене. Фотосессия, уроки дефиле и хореографии далеко не все, что выходило у подрыхтовку до конкурсу. Однако сами удельники разумеют, что незалежно от выников, каждый из них отримал корыстный опыт. Я параллельно участвую в двух конкурсах. Первый – это Мистер ГОКБ, а второй – Мистер Гомельская область. Вот это такая своего рода подготовка. Мне модульник нравится, нравится эта сфера, как бы более эти люди, зрители, зрительские симпатии, мне это, ну, такой, знаете, драйв, КБ-2019 замагалися 10 конкурсантов с разных структурных подразделений. Судейской комиссии было вельми тяжко вылучить переможца. Кожный удельник своим выступлением показал, что годный носить звание самого мужного и стыльного. Однако по колькости баллов это звание досталось и хирургу Мячеславу Маслянскому, и он же выиграл приз Мистер Глядацких симпатий. Гоноровое звание первый и другой вице-мистр отримали ответно Антон Гербаносенко и Артур Яралян. Сегодня этот конкурс помогает им раскрыть их еще и с другой стороны. Показать, насколько они талантливы, насколько они красивы, насколько они еще уверены. Ну и, в общем, наше дело сделать им праздник. Гэта только перше урочистое мероприемство, якое присвечено 75-ти годовому юбилею больницы. Идея удалася. Зараз глядачы разумеют, что во установе працують не только прогожие сопрацовницы, але и талиновитые харизматичные мужчины. Павел Михно, Василь Асепцов, телерадиокомпания «Гомель». В Гомеле подвели выники фестивалю «Безпечное дятинство». Церемония ознагороджения призеров пройшла в Гомельском институте развития адукации. Лепшие работы удельников оценила Ганна Каральчук. Все лето до отдела фестиваля «Безпечное дятинство» подключились практически все дошкольные установы адукации. Тому областным туром можно было увидеть представников каждого района. Мероприемство, организованное Министерством Адукации и МНС, проходит уже шостый раз. За этот час узровень представленных работ значный взрос. Надыми старанно працуют не только педагоги, а и дети разум с батьками. Самая главная цель при проведении данного фестиваля является обучение и подготовка наших воспитанников к более самостоятельной жизни. Есть ряд примеров, когда ребята и дошкольного возраста и по мобильному телефону осуществляли звонки в систему МВД, МЧС, и это отражало в средствах массовой информации, мы об этом знаем, но благодаря обучению в детских дошкольных учреждениях и учреждениях образования такой практики ребята могут в экстремальных ситуациях повести себя правильно. Дети разум с выховальниками уладковали кутки безпеки, створали специальные гульни и вучили важные правила. Выники работы проставили у номинации дидактичная гульня. А кроме звыклых пазлов и лото, есть роботы воротовальники, которые спешаются на допомогу. Знаки более младшие воспитанники могут их назвать, более старшие даже систематизировать, то есть разрешающие и запрещающие вспомнить, какие еще знаки существуют. Пожалуйста, вспомнить можно алгоритм вызова экстремных служб. У нас вот такая цветовая гамма и у него сразу идет ассоциация, что это светофор. Установы дошкольной адукации так само представили тематичное выступление выхованцев и видеоролики с отделом батьков, гоноримся, что навучили. Абсолютным переможцем областного этапа стал яс леса номер 5 города Светлогорска. Установа представила работы во всех четырех номинациях и показала на запашину за 10 годов опыт навучения детей правилам безопасности. Вы все знаете игру домино, она очень интересна, но эта игра представлена в новой обложке, скажем так. Она мобильна, интересна, ее можно использовать не только дома, учреждения, но и за городом, взяв с собой этот чемоданчик безопасности. Роликом мы представили опыт семейного воспитания, принимало участие две семьи. Я считаю, что эти семьи показали опыт тот, который у них накоплен, и этот опыт можно использовать другим законопредставителям наших воспитанников. Свои узнагороды отримали призеры особных номинаций. Переможцы представят нашу в область на Республиканском фестивале в Минске. Ганна Корольчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания Гомель. ГТА, так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.твергомел. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу. Удалих вам выходных дзен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин